Так, всем привет, добро пожаловать. Сегодня мы общаемся со специально обученным Николаем Павловым. Мы его заслали на одну хакерскую выставку, которая называется Positive Hack Days. Ну и сейчас допросим, что там было. Давай рассказывай, что там было. Что ты видел? Это все происходило в течение двух дней и было прям колоссальное количество народу. В некоторых помещениях мне приходилось даже стоять, что, с одной стороны, конечно, неприятно, с другой стороны, радует, что прям большое количество людей. И у меня сложились только исключительно положительные эмоции после посещения этого мероприятия. Это было прям очень классно. Слушай, а правда, что хакеры все вот в худиках ходят, в черных очках? Ну, слушайте, это, наверное, скорее миф, потому что я могу судить только по белым хакерам, которые там выступали, искали всякие проблемы. Они выглядят точно так же, как обычные люди. Никаких прям явно отличий у них нет. Поэтому, наверное, черные хаки так же. Да-да-да, они маскируются среди нас. Ладно, хорошо. Сколько докладов посмотрел? Я посетил круглый стол, который вот был интересен, будни IT во время шторма. Соответственно, еще посетил доклад по фишинговым сайтам и послушал про разработку плагина для IDE-шек для безопасности, которые смотрят. О как, слушай, а что, IDE-шки могут быть небезопасны? Нет, там в плане это сделано по типу линтера у них, который подсвечивает сразу возможные ошибки с безопасностью, если там кто-то коды, секретные ключи в открытую использует. Это вот прям как ошибочку подсвечивает. А, ну это по типу как GitHub предупреждает, если ты секретку закинул в это самое. Ну, прям в коду, да. Да, вот по типу такого, только в IDE. Ясно, хорошо. Так, ладно, давай вот про другие доклады что скажешь? Ну вот доклад фишинговый, про фишинги и так далее. Это было, наверное, вот прям самое интересное мероприятие, потому что с фишингом мы еще сталкиваемся не только как программисты, но и как обычные люди. Нам постоянно в спам что-то приходит с различными рассылками. Но и было интересно узнать, что хакеры, которые специализируются на фишингах, они еще, например, часто проверяют доступность доменных имен. У нас доменные имена, за них надо платить. И иногда такое случается, что компания забыла оплатить право на какое-то доменное имя. И бывает даже такое, что вот фишеры, они сразу подхватывают право на это доменное имя и потом уже используют его в своих интересах. Такой киберсквотинг. Киберсквотинг 2.0 получается. Да, да, да. Ну да, я этот доклад, кстати, тоже смотрел, Александр Колчанов, по-моему. Да, все верно. Вот, я его онлайн посмотрел. Да, мне тоже, кстати, приколол. Особенно понравилось, когда ему прислали письмо насчет, насчет чего-то крипты, что там у вас уже 700 долларов есть. Вам осталось еще 300 доложить, и можно будет прямо вот вывести. Криптобиржа работает, ребята, так работают криптобиржи. Вот. Что еще хорошего? Атмосфера, в принципе, она довольно позитивная. Я даже успел пообщаться с другими людьми, которые туда тоже приехали на это мероприятие. Есть люди, которые приезжали из других городов, и это тоже классно. То есть это не только вот такая вот московская тусовка. Это вот люди из разных людей приезжают, обмениваются идеями, мыслями. Это прямо гуд. Еще было, наверное, интересное. У них проводилось соревнование в самом большом помещении. Там были разбиты люди на две команды, одни были хакеры, другие как бы как раз белые хакеры, которые защищали, ну, команды безопасности. И у них было соревнование, кто кого переиграет. Я особо, честно говоря, не наблюдал за ними, я больше вот там посидеть, послушать. Но именно само помещение и как это все было устроено, это тоже вот молодцы организаторы. Это было прям интересно, красиво, здорово. Мне эта тема напомнила, лего-город ты не был? Не видел? Нет, нет. Там смотри, есть, в Питере есть супермакет, например, да, а в Москве я с сыном как-то приезжал. Там есть лего-город, из лего там пароходики ездят, паровозики, вот это вот все. Там можно кнопочку нажимать, он едет. Да, и у них тоже был такой вот макет города в самом помещении для зрителей, чтобы смотреть, какие именно области, инфраструктура города была нарушена. Это вот прям для зрителей, наверное, было прям классно посмотреть. Я могу показать фотки. О, да, давай, хорошо, давай шарить. Как раз-таки с макетами и так далее, совсем разным интересным. Так, пока можем еще поговорить про это все. Давай, давай, ты пока ищешь. Слушай, мне, я просто тоже это когда смотрел, мне кажется, вот эта тема надо вживую. Вообще, насколько зрелищно. Может быть, там пять часов ничего не происходит, потом раз-таки. О, они взломали. И все. Каждое событие у них транслировалось на большом экране, и во время какого-то взлома определенного это было в виде, знаете, такой тревоги, сирены. И это было тоже прикольно. А, то есть оповещали, да? Люди как люди там живут, тусуются, потом раз, там что-то взломали, и там опа, и смотрят. Это кто? Это вот был круглый стол, на котором собирались руководители разных компаний и обсуждали текущую обстановку в IT. Это было тоже интересно послушать. Вот справа, например, сидит представитель корпорации «Росэнергоатом», или же, ну, одна из дочек, либо крупная компания именно «Росатома» самого непосредственно. И они делились, рассказывали, как они сейчас переживают всплеск кибератак и проблемы импортозамещения. Что, реально ломают? Вот, по их словам, по словам представителей, если во время вирусов Пети Миши у них были один порядок атак, то сейчас это выросло в порядка 10 раз за секунду, там, за определенное количество времени. Ну, это вирусы, которые были, которые нахлынули интернет, я не помню, честно сказать, сколько лет назад, лет 5-6, наверное, вот, и они доставляли неудобства многим корпорациям, компаниям. То есть сейчас ломают, преломают. То сейчас, да, именно на порядок количество атак увеличилось там за время, вот. И плюс обсуждали проблемы импортозамещения. Вот они сетовали, что сейчас огромная проблема в программах узконаправленных, например, для расчета топлива, да, для самолетов. И проблема именно с железом. То есть острая проблема пока они не испытывают, они вот экстренно докупали пока все это возможно, но в скором, возможно, у них появятся проблемы, например, с серверами. У них нет проблемы с процессорами. Они, кстати, хорошо высказывались о процессорах производства фирмы Байкал, но у них нет ничего, никакой периферии для них. То есть не жесткого диска и так далее. Слушай, ну материнки вроде как под Иннополюсом будут делать, кстати. Я не знаю. Видел где-то новость, буквально проскакивал, а что-то там с материнками хотят. Ну, может быть, это получается, что это как бы возможность, а не проблема. То есть значит кто-то придет на... Да, они говорят, что сейчас работы, вот как раз-таки объем работы увеличился и есть возможность, потребность для реализации своих там серверов, для реализации своих как раз-таки там жестких дисков, например, и так далее. Поэтому неплохо. Кто-то, кстати, даже рассказывал, что вот во время увеличения атак и проблем с импортозамещением, которые вот начались в марте, кто-то, например, давно к этому готовился, а кто-то использовал это время для того, чтобы устранить свое старое легоси в коде. Поэтому у каждого там свои решения, свои проблемы исправляются по-разному. Так, что, другую фотку? Наверное, давайте. Вот, да, они у меня не отсортированы, как там сохранилось, так сохранилось. Ну, ничего страшного, давай просто листать. Вот как раз-таки это большой стенд, вот справа у нас такая вот синяя зона благочестивых программистов, которые как раз-таки защищают город. Вот тут вот на экране показываются как раз-таки в виде гексов таких а-ля настольной игры участки города, которые можно взломать. И вот как раз-таки там иногда присылаются уведомления для всех вместе с голосом, что там, например, взлом нефти-газопровода и там проблемы нужно срочно решать и так далее. Нефть разлилась? Ну, не то, что разлилась, там вроде бы она была перекрыта вообще, типа отключена подача. А этих самых злых хакеров не снимал? Снимал, конечно. Вот у нас как раз-таки. Кстати, вот это вот как раз как по поводу. Про фишинги. Да-да-да-да-да, это Александр. Слушай, мне тоже он понравился, прям послушал. Мне очень классно. Да, я хотел ему задать вопрос, но меня опередили даже. Вот это было очень интересно. Что хотел спросить? По моему опыту работы во многих компаниях принудительно заставляют менять пароли раз в месяц. И мне было интересно, насколько это действительно помогает. И не бывает ли такого, что спустя какое-то время вот как раз-таки потерянный пароль может дать о себе знать, даже если ты меняешь его ежемесячно. И что, помогает? Да, но вопрос у другого человека был немного в другом аспекте. Он спрашивал, что вот такая вот ежемесячная смена пароля, она приводит к упрощению кода, ну, пароля самого, там, например, от учеток и так далее. Но, с другой стороны, есть различные способы проверки, украден ли пароль или нет. И это как раз-таки, ну, с одной стороны, ухудшает качество пароля, но, с другой стороны, настолько слабый пароль не может быть, потому что уже не даст его пересоздать, скажем так. Окей, ладно, давай еще фоток посмотрим. Вот. А, вот он город, да, вот как раз лего город. Вот. А вот это вот здесь, внизу, там вот эта вот система, которым этим всем управляют, правильно я понимаю? Это для посетителей, вот внизу, вот большой вот этот планшет, это для посетителей, ты можешь смотреть состояние различных ексов, под чьим оно контролем, зла или добра, скажем так. Вот. И там можно поиграться с самим зрителем. Блин, прикольно. Смотрите, да. А, то есть можно прямо вот взять и какую-нибудь диверсию устроить? Диверсию нет, это скорее для информации, то есть я не думаю, что зрителям можно помогать той или иной стране, это было бы немного несчестно. Вот. А именно посмотреть, узнать, это да. Окей, ладно. Так, снова табло, и тут я уже больше в зоне хакеров, такой уже красный. А, то есть красное и синее получается. Да, 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 вот добро и зло борются в этом городе. Так, это вот, это я хотел показать, насколько большое количество было на выступлении как раз-таки про фишинговые мошенников. И действительно, вот мне приходилось прямо стоять у самого конца зала, все было прямо битком забито, все с интересом слушали. Так, давайте посмотрим, еще что-нибудь есть. Где-то еще есть? Нет. Ладно, тогда давай к практической пользе перейдем. Выключай, Шерилка. Сейчас. Вот, насколько я знаю, ты сейчас ищешь работу как бэкэнд-разработчик. Да, все верно. Вот, вообще, насколько полезны тебе вот такие движухи? Ну, во-первых, это нетворкинг, что классно. Ты общаешься с различными людьми, узнаешь их проблемы, потребности и так далее. То есть, ты понимаешь, какая сейчас проблема на рынке, например. Вот, с тот же самый круглый стол послушать было интересно. То есть, ты уже понимаешь, какие действительно существуют проблемы. Это как одна из польз посещения данных мероприятий. А вторая – это, собственно, небольшая прокачка. То есть, ты уже… Ну, это было мероприятие по компьютерной безопасности, но, тем не менее, ты уже как-то прокачался. Знаешь, как работают фишеры, например, те же самые. И как делать так, чтобы эти фишеры обломались? На самом деле, советы у выступающего были довольно простые. Не переходить по сомнительным ссылкам и использовать, ну, проверять на HTTP и HTTPS протоколы. То есть, если это HTTP, то лишний раз лучше не заходить и использовать в основном HTTPS. Вот. Ну, сайты с HTTPS, скажем так. Ну, это вот просто… И халявы в интернете нет. Да, да, да. Принестись на халяву. Никаких, там, денег просто так не дадут. Особенно, если просят сначала еще кто-нибудь что-нибудь. Вот. Это вот основные, на самом деле. Ну, тут больше ничего и не придумать, мне кажется. Это просто нужно быть насторожим. Ну, в общем, по большому счету, это тусовка. То есть, это тусовка, атмосфера, это какое-то ощущение определенной, движухи, причастности и вот это вот все. То есть, вполне возможно, если бы ты был более профессионален, именно качался в сторону интернобезопасности, ты бы вытащил для себя побольше. Да. Ну, окей. Ладно, спасибо большое, что забежал. Вам спасибо. Было познавательно интересно. Давай, до новых встреч. Все, до новых встреч. Пока.